вот прекрасно по щебеночке вообще друзья всем привет с вами снова санек в общем убирался в мастерской и нашел несколько старых крышек от кастрюль не знаю там от ведер чего не там мне неизвестно и немножко старых пильных дисков разных размеров разных калибров так сказать они как бы уже тупенькие да на некоторых уже нет победитовых напаек ну выкинуть жалко лежат себе лежат в общем покрутив в руках повертев пришла в голову одна безумная идея как все это дело можно использовать в общем об этом мужики постараюсь подробненько показать что все таки полезного можно из этого хлама сделать в общем хары ля ля кому интересно что же получится из пильных дисков и старых крышек погнали смотреть и не забываем оценивать видос особенно писать комментарии на канале дзен я туда скоро основательно переберусь все погнали ну и как большинство уже догадалась пильные диски можно использовать на бензокосах у меня по крайней мере 4 циркулярки торцовочные там ручные там торцовочные с протяжкой и бывают вот такие вот диски попадаются на металлоприемках мужики люди их просто выкидывают за ненадобностью и можно их выкупить вообще за копейки не знаю не покупая в магазине дорогущий диск показывать все буду на примере вот такой дешманской косы она есть у большинства и так мужики диски в общем бывают разные знаете да вот по крайней мере это тут 190 16 до вот внутри аночка есть у меня старенький 185 внутри аночка 32 старенький 210 внутрянка 1 30 до соответственно само собой шайба которая стоит на косе посадочная у нее тоже свое в общем этот диск понятное дело большой этот диск еще больше да мужики вот эти диски можно подогнать посадочная обычным китайским вот таким ступенчатым сверлом сверлите сегодня ничего не буду при когда я покупаю диски обычно с дисками продаются там две-три шайбы я их собираю они разных калибров под разные мод мы эти самые посадочные вот допустим если взять вот этот вот оно кольцо подходит под тридцать второй диаметр да то есть вот она его отцентровала также сейчас у нас снять секундочку так вот снял да то есть вот они колечки не меня на карабине и постоянно если нужно я их применяю также можно использовать вот но колечко тоже дистанционно сюда одевается под двести десятый в общем мне подошло в общем с диском определился буду использовать двести десятый так как он из этой кучи самый большой покупного диска для травы для триммера у меня нет мог бы конечно на нем показать но покупать ради того чтобы показать саму идею я думаю будет она понятна всем эту штуку можно применить абсолютно под любой диаметр да даже взять сто шестьдесят и можно даже вот сюда и все это дело применить тут сама мужики идея а дальше уже сами оцените полезная либо бесполезная ну и соответственно выбор крышки вот есть вот такой формы крышечка да но она мне почему-то кажется что больше по большей части не подходит да она в пыли она грязная мог бы протереть но по большому счету пойдет она дальше валяться на полу есть вот такая какая-то крышка наверно скорее всего с ведра но она тоже большевата и вот такая вот с какой-то кастрюль ленцы и мужики и вот она как раз таки мне довольно таки неплохо и подходит куда подходит сейчас покажу первым делом отпиливаем ручку чтобы она абсолютно никак не мешалась итак друзья ручку отрезал за ненадобностью и теперь нужно мне вот эту юбку разогнуть сейчас в общем здесь немножко придет на этой ровненькой плоскости молотком выстучу так чтобы она была мужики ровно я не забываем про очки готова мужики теперь беру диск и смотрю все ли у меня получается получается мужики мне просто обалденно мой размерчик так сказать теперь сейчас беру долгарочку и срезаю прям 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 по на самым самым вот таким вот образом где идет изгиб прям по нему срезаю и будет нормалек вот так вот все это чудесно получилось срезать очень даже ровно это болгарка без защиты мужики пришлось работать для удобства то есть ставим диск так чтобы шайба точнее чтобы сам диск как можно ближе и ровнее прижимался к вот этой стороне поэтому все это дело у происходило вот таким образом я думаю видно и понятно защитой я бы не смог контролировать нормально грубо говоря все срез мне нравится обалденно как-то так вот эту сторону мы потом ее выгнем но чуть попозже поставлю такую штуку и острый край сделаю тупым край мужики подровнял и вот здесь вот есть такая до вогнутость получается вот этой как бы показать то есть она как бы наружу немножко торчит дан то есть вот этот момент да то есть серединочка у нас как бы туда вогнута поэтому и немножко сейчас то что там немножко беру и ровняю вы стучал вы стучал выступил молотком оказывается не просто так и и выгнуть поэтому на ровненьком молотком слеган сушечки вы стучал и здесь тоже было просверлил отверстие отверстие мужики не дырка дырки вот рядом а то меня поправляет каждый раз отверстие в моем случае на 14 потому что вот редуктор шлицевая часть имеет имеет такой диаметр в общем просверлил так чтобы она проходила через шлицы все давайте соберу и покажу для чего все это нужно так вот все мужики получается я думаю видно да собрал на обычную шайбу можно будет поставить вот такую еще шайбу ку они тоже продаются способами пошире да можно еще поставить на вот такую шайбу ку как раз таки попадает мне сюда вот вовнутрь анночку замечательно давайте поставлю еще вот эту посмотрим и поставлю еще вот эту также посмотрим вот так вот все это дело выглядит с маленькой шайбой вот так это дело выглядит с большой прижимной вот такой вот шайбой и для чего же это мужики ну очень просто смотрите показываю здесь потому что удобно далее будет тест на траве эта шайба вот это которую я сделал только что из крышки она при козьбе не даст втыкаться победиту в землю то есть когда даже вот так ее поднять да то есть видно да заложить победит не достают до земли и когда мы это дело все косим минимальное остается стерня практически в ноль но при этом напайки не втыкаются в землю мужики все очень просто также можно будет косить по крайней мере буду испытывать сейчас вот здесь на отсеве мужики то есть напайки по отсеву никак не будут не я лозить вот там сейчас прокашу здесь прокашивала леской отсев летит как пули из пулемета вот такие вот дела я думаю понятно я думаю понятно сейчас проведем тест-драйвы шайба мне это по большому счету не нужна просто показал что можно также же ее использовать при наклоне напайки не достают до земли на самом деле вот и есть даже до покупные большие диски вот такие вот но это уже соответственно крышечка побольше главное чтобы она подошла по фасону ну прежде чем бежать на кухню и хватать крышки сначала ужин и спросить эту сковороды никто не отменял как-то так можно выхватить слегка шутка юмора мужики шутка юмора я думаю понятно да смотрите как закладываю а ножи эти победит не достает и при этом вот как закладываю вот так все просто безумно просто ладно давайте снимаю вот эту я ставлю маленькую этого будет достаточно работать мужики буду вот в таком исполнении все это дело практически прячется торчит немножечко там гаечки мне так больше почему-то нравится поэтому работать она будет точно также здесь где-то порядка сантиметра посмотрим сейчас до порядка сантиметра остается зазор до земли и как ее не ставь все равно на до земли не достаю я думаю мысль уловили поэтому сейчас сейчас я ее ставлю на косу и иду испытывать вот так мужики все просто да мужики и пока не собрал хочу обратить внимание что редуктора бывают разные здесь как можно видеть до шлицы длиннее здесь лиц и мужики короче вот как то так поэтому я сверлил так чтобы проходила через шлицы но в некоторых случаях она не будет доставать собираю ну все готова погнали испытаем так но я думаю запись пошла немножко ветрено будет мужики зацепил микрофон я не знаю сейчас покросим вот здесь вот амброзию за мной проверим будет ли втыкаться диск в землю поэтому сейчас я завожу и погнали я думаю будет видно а если не будет видно пересниму вот как то так а так не знаю видно поляну не видно в общем перестанавливаю камеру переставляю кому как нравится мужики меняю локацию так друзья широкий угол чтобы было побольше в кадре было в кадр влазило место да все заводимся и погнали потом будем смотреть что получается а 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Диск, мужики, ни разу в землю не воткнулся. Ни разу. Сейчас посмотрим, сколько оставляет диск стерни. Итак, это я сейчас соберу, приеду, хозяйству отвезу, курям они поклюют. Это был эксперимент. Полянку прокосил, амброзию большую, там еще она кусками растет. В общем, как-то так. Ну, сколько здесь? Ну, ввиду, ввиду, здесь неровности есть. Ну, сантиметра два остается. Здесь вот где-то сантимчик, по большому счету. Вот. Прекрасно. Вообще не задумываешься о том положении диска, чтобы он не врезался в землю. И напайки были целые, да? Ну, хотя здесь их не хватало. Так как все-таки эту самоделку сделал только что. И теперь буду ей регулярно пользоваться, мужики. Отлично. Кому понравилось, мужики, ну, пишите комменты. Поддержите меня на дзене, ну, елки-палки, сколько можно уже просить. Неужели так сложно перейти на дзен и написать комментарий под любым видео? Ну, такие вот дела. Ладно. Собираю все. Эксперимент, считаю, завершенным. Мне нравится. Не хотите делать? Не делайте. Кто-то начнет сейчас писать мне, как про вечную леску. Она у меня до сих пор работает. Поверьте мне. Ноги целые, руки целые. Соседи живые. А то начинали там рассказывать, по чем в Одессе рубероид. Я сам расскажу. Вот такие вот дела. Все, мужики, всем пока. С вами был Санек. Идея бредовая, но рабочая. Кому понравилось, не забываем оценивать. Скоро. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok